привет друзья у нас новое приключение снега еще полно конечно ну кое-где уже есть полянки она некоторых уже даже растет свеженькая черемша мы решили зайти самую лесную чащу наверное там растет самое вкусное дерево самым вкусным березовым соком вот лично полянка нормальная пойдет самые большие деревья дают самый вкусный сок ну да есть такое поверье чтобы поставить сок нам потребуется шуруповерт сверло на 9 и скотч все больше сверлим вот буквально максимум на сантиметр глубоко не надо нет никакого смысла вообще вставляем трубку вот и буквально тут же пошел сок так просверлили просверлили в канистре крышки отверстие такого же диаметра как и трубка второе отверстие делать не надо потому что замечаемый воздух все равно выходит теперь нам нужно сделать для банки подпорку для этого мы ломаем три сухих палочки с собой скотчем и привязываем дерево получается отличная подпорка конце прихватываем банку чтобы я не сду ветер готова мы не используем с никитой никаких не шурупов не гвоздей ничего замотали скотчем потом пришли банки сняли скотч унесли с собой пластик чтобы в лесу не бросать а отверстия аккуратненько забили деревянным тёпиком или замазали садовым варом ну обычно мы замазываем садовым варом и тогда дерево не страдает нисколько никаких надрезов на дереве мы не делаем мы не вырезаем тут никаких стрелок не подрезаем кору нет ничего одно маленькое отверстие диаметром 9 миллиметров решает все проблемы и сока набирается достаточно завтра придем посмотрим сколько сока набралось в нашу банку раз такое дело пойдем наберем черемши с никитой а черемша такая травка и закуска и приправка ребята первейшее средство в борьбе с коронавирусом и со всякой нечистью черемша огонь трава ну вот мы вернулись прошло ровно 24 часа банка наша почти полная совсем без малого накапала 5 литров я считаю очень достойный результат сок мы набрали сворачиваемся скотч снимаем забираем домой никакой пластик в лесу не бросаем но теперь друзья мы вас научим как из собранного березового сока сделать классный квас пойдемте ну вот мы наконец добрались до дома и начинаем делать квас для этого нам понадобятся следующие инфедиенты вот жареные сухарики ржаные причем такие чтобы вообще дым шел веточки смородины изюм без косточек и черный слив и большая большая куча пластиковых бутылок первонаперво засыпаем сахар так ассистент нам срочно нужна воронка я вижу радужные перспективы у нашего класса одна ложка сахара больше не надо теперь в каждую бутылку кладем три ржаных сухарика подгорелых такие должны быть на них нормальные такие подпали и кладем 10 изюмин кладем одну вот давайте две две кладем все у нас легки и одну палочку рецепт огонь вот мы с ассистентом выполнили всю работу подготовительную начинаем заливать березовый сок в нашей бутылке наливать сок бутылку нужно так чтобы сверху еще осталось немножко места это нужно для того чтобы потом бутылку можно было чуть-чуть сжать и тогда мы точно увидим что начался процесс брожения мы с никитой как матерые чекарские бутлегеры по ночам разливаем чего-то когда она надулась бутылка вы открываете пробку газы выходят еще раз ее поджимаете еще раз и закрываете уже второй раз и вот уже в этом виде но к этому моменту квас уже будет такой мутный значит он будет не такой же прозрачный и вот когда на второй раз надуется вы можете ставить их на хранение эти бутылки я оставлю в гараже в подвал самое то ну а друзья наша бутлегерская фирма работа закончила после двух-трех месяцев вы обнаружите упругие жесткие бутылки не бойтесь ничего не взорвется и квас такой будет ядреный очень резкий такой немножечко сладкий совсем такие ногти будут легкие сладкости но очень вкусный детям его пить наверное нельзя ну а взрослым на этом мы с вами прощаемся ребят будьте здоровы всем пока